В областном центре продолжает работу мобильная группа Гродненского горосполкома по соблюдению законодательства об охране труда и санитарно-бытовых условий. Еженедельно сотрудники контрольно-надзорных органов выезжают на различные стройки. Сегодня мобильная группа побывала на возведении предприятия по созданию компонентов для систем водоподготовки в районе улицы Держинского, а также на строительстве многоквартирного жилого дома на Тавлая и торгового центра по улице Пушкина. По результатам данного мониторинга руководителям предприятий выдаются рекомендации для устранения нарушений. Основная цель данной мобильной группы – это профилактика производственного травматизма на предприятиях города. К сожалению, наряду с положительными есть и отрицательные примеры соблюдения санитарно-бытовых условий на строящихся объектах. В последнее время особое внимание уделяется состоянию санитарно-бытовых помещений строителей. Наиболее часто выявляемые нарушения – это отсутствие мывальников, недовольтворительное содержание бытовых помещений, неукомплектованность нагревательными приборами. Руководителями строительных организаций ведется работа по устранению данных нарушений, но все-таки ситуация остается не на должном уровне и мероприятия будут проводиться в дальнейшем. Всего в 2014 году сотрудниками Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии была обследована 81 строительная площадка. По итогам мониторинга привлечено к административной ответственности 89 виновных лиц. Далее Иванченко, Андрей Шмыгин, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова